Во время Второй мировой войны на земле Латвии развернулись трагические события, коснувшиеся всех жителей страны. Две оккупации, холокост, мобилизация в чужие армии, массовые депортации. Одна из этих трагических страниц — Латышский легион. С него мы и начинаем попытку оценить противоречивые события истории. Латышский легион. Отношение к Латышскому легиону сегодня неоднозначное. Зачастую его определяет незнание или нежелание знать правду. Но мы не можем отказаться от своей истории, в том числе и от ее трагических страниц. Латышский легион — одна из них. Что мы знаем в Латышском легионе? Ничего. Нет, вот чего не знают, того не знают. Это были латыши, которых приняли, мне кажется, на немецкую сторону. Ну, они воевали на стороне русских, в большей части. Ну, эти какие-то там, организаторы с фашистами связаны были. Если не ошибаюсь, 19-й, 20-й год. Скорее, это связано с пятым годом освободительной борьбы и, может быть, немного с поэзией Чака. Я знаю, что был такой во время Второй мировой войны. Они боролись за свободную Латвию в составе германской армии. Потому что, ну, у них вроде был уговор, мне кажется, что они помогут воевать против России. А, скажем, когда война кончится, какая-то часть Латвии досталась бы немцам. Но Латвия все-таки оставалась бы свободной. Официально это была насильственная мобилизация. Но, я думаю, большинство из тех, кто туда шел, они шли по своей воле. Они были латыши. У них была совершенно другая мотивация, чем у фюрера. У них была совершенно другая мотивация, чем у Сталина. Я считаю, что они были жертвы, когда они шли воевать во имя чужой идеи. А распоряжался ими тот, кто вроде бы соображал, что делает. Ему требовалась живая сила. Но не подумал о последствиях. За что они сражались? За свою честь, так можно сказать. То, что они не сделали в 1940 году, то пытались сделать позднее. Пакт Молотова-Риббентропа. Его секретный протокол позволил Советскому Союзу, летом 1940 года, аннексировать Латвию. Из архива от имени всего трудового народа Латвии разрешите мне передать привет вам, депутатам Верховного Совета, Советской Социалистической Республики и великому вождю и учителю трудового народа всего мира Иосифу Виссарионовичу Сталину. Вместе с оккупацией волна репрессии обрушилась на Латвию. 30 тысяч человек были замучены, расстреляны или сосланы в Сибирь. Наши соседи были арестованы, убиты. Потом обнаружили в центральной тюрьме эти трупы. Точно так же в Буклты, Утишезера, людей арестовывали. Из отцовской родни сосланы в Сибирь целые семьи. То же было возле Юглы. Там одни вывесили латышский флаг, когда немцы проходили. Русские, когда отступали, взяли их и расстреляли всю семью до последнего. И детишек, только ножки торчали из земли. Нас всех это так потрясло, что отец сказал, идемте, братья, сынок, воевать против русских, чтобы они не вернулись. Они нам смерть несут. Увезли товарища по школе. Еще волосного старейшему. Хороших знакомых. Сам по счастливой случайности, нечаянно, 14 июня спасся депортация. А потом пришло время, когда призывали вступать в добровольцы. И мы не сомневались. Пошли. Я, отец и брат поехали в Ригу. И там на улице Анос просили добровольцами записать в латышский батальон. Ну, мне, конечно, сказали вперед идти первым. Я был тогда совсем мальчишка, 16 лет. И начальник, тот, кто нас принимал, офицер тот, говорит, сколько же вам лет? Я говорю, 16. Нет, мы вас не можем принять. Требуется разрешение отца или деда. Я говорю, смотрите, вот мой отец за спиной, спросите у него. Ну, спросили у отца, он сказал, да, мы согласны. Мы должны бороться за нашу Латвию. Летом 1941 года, когда Германия напала на Советский Союз, возникла надежда, что удастся восстановить независимость Латвии. Жители встречали немецкие войска как освободителей. Но вскоре наступило разочарование. Стало ясно, что настоящими хозяевами положения в Латвии будут немцы. Оккупированные государства Балтии были немедленно включены в территориальное образование под названием Остланд. Тяжелее всего нацистские репрессии обрушились на евреев. Им приказали носить особые желтые нашивки. Им приходилось выносить бесчисленные унижения. Пока пропаганда разжигала вражду, немецкая служба безопасности постепенно осуществляла план уничтожения евреев. 65 тысяч латвийских евреев были расстреляны в Румболе, в Бетерниках, в Штетских Дюнах. АРЭС и его команда. Латышское вспомогательное подразделение, которое участвовало в уничтожении евреев в Латвии. Многие все еще ошибочно связывают деятельность этой группы с латышским легионом. Был ли легион связан с палачами евреев? В основном нет. Ибо легион создан в 1943 году, а расстрелы евреев в Латвии закончились зимой 1941 года, в декабре. Тут большой временной разрыв. Хотя известное число членов команды АРЭСа влились в легион. Но в основном в легионе их терпеть не могли. На них смотрели, как на толовых крыс, пытавшихся увеннуть от фронта. То, что случилось с евреями, может случиться и с латышами. Так писали в нелегальной подпольной газете «Таутосбалс» — «Голос народа». Газету «Таутосбалс» выпускала студенческая молодежь. Газета, выходившая раз в месяц, призывала не подчиняться немецким властям, «Полностью сохранить все латышское, сохранить живую силу народа и чувство собственного достоинства». Постепенно возникали и другие группы и организации сопротивления. Однако жители Латвии оказались не готовы к организованному длительному движению сопротивления. Активисты подпольной борьбы вскоре были арестованы. Сначала арестовали редакцию, всю группу. Схватили тех, кто был тесно связан с редакцией, всего около ста человек. И нас, в свою очередь, держали в центральной тюрьме вплоть до июня 43-го года. В июне месяце нас перевели, посадили в грузовики и отвезли в Солоспилский лагерь. Зимой 42-го и 43-го года, после поражения германской армией на Восточном фронте, немцы столкнулись с необходимостью создавать новые военные формирования из жителей оккупированных стран Европы. Если в Западной Европе такие воинские части состояли из добровольцев, то в Латвии большую часть легионеров мобилизовали принудительно. Чтобы способствовать успеху мобилизации, к формированию легиона в Латвии привлекли самоуправление во главе с генеральным директором внутренних дел Данкерсом.